всем привет дорогие друзья с вами как всегда я russian fear и мы с вами продолжаем постройку нашего королевства так мы изучили с вами свиной загон у нас с вами очень много безработных поэтому я думаю свиной загон был бы где-нибудь смотрелся хорошо где здесь либо 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 где-нибудь вот здесь где и до рядышком да это будет логично я считаю дорогу то что далеко давайте проведем вот так вот тут я зря на она провел потому что тут поля еще может быть придется строить где-нибудь вот здесь тогда вот так это удалим чуть-чуть вот так отлично тут у нас все хорошо загон построит я надеюсь охранники ходят ночью за всем более дят если кстати знаете больше чем я то пишите ваши советы по данной игре в описании в описании кускай не в комментариях соответственно я все прочитаю и прислушать по что я прохожу зашел так далеко но впервые по идее но брюква брюква есть муки нет но я думаю сейчас все наладится и нам нужен торговец чтобы мы начинали производство потихоньку так безработных у нас дофига улучшить мы не можем починить соответственно тоже мы не можем да но сейчас сколько суда пойдут на хрюшек посмотрим на роду так хрюшек 50 надо брюквы на брюква я думаю это не вопрос щедро будет заниматься этим делом чтобы улучшить мы можем улучшить кстати давайте улучшаем безработных у нас очень много соответственно соответственно что соответственно надо улучшить и вот это здание тоже выпивки много не бывает особенно в деревне да как говорится надо изучить понятно понял отстал тогда вот тут мы не можем ваш король достиг своей цели и теперь его все будут знать как волейбор большое гнездо тем не менее честолюбие королей не знает границы вскоре новой амбиции завладеет его умом хорошо мы выполнили это задание да так торговец ты-то нам и нужен щедро иди поторгуйся с торговцам а надо изучить здание потому что моего типа не знаем да щедро опять ногу поломала где она вообще понятно не дождешься от нее что она поторгует волейбор иди поторгуй так нам надо значит вот от себя ну так чё делать да я будем смотреть брюку мы тебе дадим на все и леса мы тебе дадим на все 244 уже лучше давайте вот так что мы еще можем дать и пеницы можем дать ну вот так хотя бы так а все равно на знание мастерская изучить волейбор изучать че делать тут щедро изучая потому что нам надо нашим главным это все изучите написать написать нет травник броник нет но торговать пока соответственно мы не можем ничем до просьба о помощи от кого просьба то ты хочу у вас случилось лунное озеро соусиле и ближайший собирается посоединить ветра горя к своему королевству лучник ну давайте соберем армию в принципе в я же давно хотел этим заняться у нас армия чем конечно не знаю можем не сможем создать так армия готова отряд волейбор отправить и отправка помощи понятно что ничего не понятно а ну вот наши пошли надеюсь нам покажут эту великую битву первую но я думаю великую 11 он у нас то дофига если мы поможем улучшим с этим отношения и соответственно сможем с ним уже поторговать нормально возможно попробуем сделать его вассалом своим давай быстрее и уже чуть долго ходишь восстание наследника а это защита от восстания сводка по миру но это понятно все это не так важно так степана мил из лунного озера становится все сильнее и ближайшее время собирается атаковать ветра горик присоединить собирается к своему королевству короче войска пришли в качестве подкрепления и останутся в городе на три дня или до первого сражения отношения с тахара 30 понятно теперь мы можем с ними наверное торговать я думаю покупать счеты у нас нет такого ничего политика вы бросаете вызов требует от него стать вашего сала в течение трех дней он не согласится подчиниться вы будете атаковать его город а так но вот действие столько главой союза политика ну понятно пока что мы здесь за будем отчета армия то у нас не вся пошла до ну да ладно пока что если выживет то выживет нет как говорится на нет но сами понимаете да армия вроде отправлял большую но что-то пошло не так возможно давайте попроситься победа победа мы победили волейбор друг мой избавил меня от уплаты такой невыносимой дани я осознаю что армия понесла серьезные потери мне очень жаль и знай что я потяну руку помощи когда быть тебе она не понадобилась ладно давай звездный ручей политика попроситься в союз давай щедро и и попросить союз чтобы с ними в союз вступите нас уже будут защищать более-менее но сейчас они вернутся и у нас все должно быть хорошо по поводу свинок и мясо чё у нас а я производство не поставил до или свинок не надо производить да вроде не надо необходимо изучить хмелевое поле блин а вот так и знал а у нас будет изучать все хорошо щедро с паузы снимаем ускоряемся тут волейбор спасибо уничтожено это печаль конечно так волейбор вдруг моя рад что мы смогли заключить между нашими городами союз нам не обойтись без помощи друг друга давно ушли те времена когда соседи жили в мире и согласие то есть нас приняли до нас приняли мы теперь с ними в союзе от хорошо я понимаю что управляющий требуется давайте тебя чуть делать делать больше нечего у нас не осталось никого кроме наших двух полдовитый 98 но это будет перебор 98 человек завоеватель власть путь процветания династии объедините только помогая друг другу мы выставим расширите ваш союз свободных городов на три провинции давай попробуем ежегодного производства товаров на сумму 2000 вот хозяйственная бы лучше взял да хозяйственная возьмем ветра горе перестала почему вежливо потребовать да и нет ладно вышли они союза и вышли нам надо как-то попытаться выжить производство потихоньку идет но всего того что хотелось бы конечно нет уже и некогда изучать ничего твали бор пошел изучать наконец-то мастерскую сделаем быстрее быстрее у нас пойдет производство по деньгам как у нас обстоят дела но минус есть пока что плюс идет на небольшой так бедствие желтые фанатики закончилась бездомных 2 до откуда у нас берется бездомно это вы чё серьезно ребята давайте я уже сейчас вторую улицу вам не буду строить сразу же 2 даже 3 вот так сделаем чтобы не париться пока у нас хватает всего вот а волк рядом ходит давай волейбор посмотреть хоть как они бьются а это все ускоренный до ускоренной отлично так больше полтоволков рядом нет идите пока в деревню а вроде рядом нет волейбор проверка решимости распустить поломанный мастерская хмелевое поле ладно вот это кто тут бродит какой-то бандюган бездомных двое но сейчас мы это исправим составе государства и иногда когда вам надо накопить сил а рядом сильные враги имеет смысл не создавать свое государство вступить уже существующие но мы и вступили с вами потому что у нас пока все плохо но я и веду в плане что не так хорошо как хотелось бы смертельная усталостью волейбора но сейчас отдохнет все будет нормально жили на принесли дань дерево хорошо как раз построили общаги брюква пока есть надо звание болин хмелевое поле изучается ржаное поле еще надо изучать то это капец какой-то одним изучением и надо заниматься лесные бандиты в ваших землях сколько вас товарищи окей волейбор собираемся ряд отправить это они что-то тут расслабились войны вооруженные годы и готовы так они то не деревья сожгут моё нельзя чтобы они сжигали деревня у это мои силы и вы ушли до ушли заказ на нейтрализацию а можно как-то бой посмотреть нет видимо нет просьба о помощи от кого опять тебя ты вышел из союза прости насчет битвы то чем не делать а вот но мы можем сдохнуть либо можем что-то им предложить доска я понимаю нет настолько драка ладно если не получится то не получится да как говорится давай долби бандитов один на один он кулаками бьет все взялся хорошо мы победили отлично добыча вот это чё такое пленники понятно ладно мы отбились пленников сейчас к нам приведут но мы же не можем пленники захваченные в бою воины или бывшие бродяги которых наказали за преступление они требуют особого обращения вот здесь у нас пленники да вот они у нас 4 теперь пленники работают на три часа больше чем свободные крестьяне что дает рост производительности они требуют зарплаты золотом просто выставите в меню финансов их потребление пленники живут в бараках пленников понятно там мы можем построить бараки пленников вот в чем вопрос изучить надо так финансах да мне сказали пленники таверны местный рынок количество пива по его и 20 ежедневные расходы пленники вот они до количество плений которые живут ваши барака обслуживаются надзирателем работе комбарах если барака не хватает пленники поджить снаружи у них не будет надзирателя который сможет приносить им еду то есть наши пленники сдохнут получается нас я понимаю головорез казни головорезу надо сделать че это у нас ходит портит все значит все пошел мочить его отлично волейбор его сам собственноручно убил все хорошо тут вроде бы и дело пошло пленники куда нам девать клиников пока непонятно пока мы не починим все это сводка по миру просьба о помощи от кого отварно далековато отчеты хочешь конфликт главой союза но пока что у меня свои дел хватает поэтому извиняйте отношения с его союзерным и он бросает ему вызов желаю выйти из вас салитета да пофиг сами решайте в свои вопросы мясо у нас пошло кстати до мясо пошло теперь мы можем мясо 28 например 10 пятна реку продавать это будет довольно таки неплохо я считаю прибавка хотя дофига что поставил до 10 раз 20 ну ладно пусть так будет нормально давайте изучайте идите уже это мы так никогда не починим волейбор опять на свидание пошел конечно сходил в поход пошел на свидание торговец достойте торговец я хочу поторговать рабов возьмешь наших а мы их негде селить а у тебя мы купим знаешь что хотя мы купим книги плавильня улучшение так свиного загона от плавильня интересно алхимик производства бумаги не знаю броник вот да броник нужен оружейник оружейника возьмем посмотрим что мы можем тебе предложить дерево довольно таки много у нас так что забирай все металла 15 отгрузим тебе 40 угля давайте вот так 5 еще возьмем и пшеницу так сделаем вот так вообще отлично хотя бы пять колец есть 1819 он идет же до 45 лет не молодой ну что ж дорогие друзья на этом я думаю мы с вами закончим данную серию принципе принципе довольно таки нормально у нас все мы нашу деревню отбили одну вот это у нас пока я не знаю почему она снесена но это не настолько важно вот торговать с ними бы продает покупать щит и полин счетов у нас нет покупаясь продает железо поэт луки тоже не особо продает хмель покупает копья но пока что пока что я думаю на этом мы с вами остановимся нам надо главное привести сейчас нашу деревню в порядок и потом уже будем смотреть дальше что нам и куда продвигаться двигаться подписывайтесь на канал не забывайте ставить большой палец вверх если вам понравилась данная серия ну и конечно же пишите ваши комментарии под этим видео я обязательно всем на все отвечу и чтобы оставаться на связи и не потерять не канал не все видео я соответственно перенешусь чему сейчас все видео на рыберу тюб которые есть на ю тубе и вы соответственно чтобы не терять меня подписывайтесь нару тюб это будет у нас как запасной можно сказать канал но возможно там будет выходить и какие-то другие виде ну какие-то другие игры видео по ну не знаю возможно по некоторым играм будут там выходить вот так вот я вам скажу потому что не буду пока раскрывать все карты а мы с вами увидимся следующей серии всем пока